МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем раскрывать фальсификат книги азербайджанских культур-мультур академиков «Карабах. История в контексте конфликта», изданная, как я уже говорил не раз, в Санкт-Петербурге в 2014 году на русском языке. Сегодня на очереди 10-я глава, писанная Керимом Карамуглы-Шукюровым, доктором исторических наук, профессором, лауреатом Госпремии Азербайджана. Кстати, наверняка вы заметили почти все авторы этой книги лауреаты Государственной премии Азербайджана. Итак, глава называется «Кюрикчайский договор 1805 года между Россией и, внимание, Азербайджанским Карабахским ханством». Как вы поняли, тут важно найти, куда приткнуть прилагательное «азербайджанский». Знаете, в прошлый раз мы выставили в противовес книгу Марковой, которая спокойно перечеркивает все эти последние главы от азербайджанских авторов. Кто не успел послушать, можете заглянуть в YouTube и найти книгу лжи, глава 9. Поэтому на этот раз особо напрягаться-то и не будем. К тому же у Шутюрова самая маленькая глава, сказать, недописанная. Нужно было быстрее бежать за Госпремией. Скорее всего, так можно это объяснить. Начало главы уже вызывает нескромный смех. Например, воспользовавшись раздробленностью Азербайджана на ханство, царское правительство в этом процессе прибегало как к силовым методам, так и дипломатическим. Меня интересует вполне адекватный вопрос. О каких раздробленностях азербайджанских ханств идет речь, если ранее 20 века никакого азербайджанского государства, разделенного на ханство, не существовало? Как можно дробить то, чего нет? Или чтобы дробить, нужно иметь чего-то целое, чтобы раздробить? Но ведь никакая историческая школа мира, никакая мировая картография не знает и не знала о существовании азербайджанского государства или азербайджанских ханств. Это же аксиома. В 20 веке можно говорить о государстве азербайджанском, но ранее, увы и ах. И почти полтора года антитопор доказывает это, приводя исключительно независимые источники. Исключительно независимые. Не армянские. Карты, статьи, научные труды. Нигде не упоминается то, о чем говорят в Азербайджане. Кстати, хочу заметить, что в семье действительно не без уродов. Дело просто в том, что уроды работают под диктовку режима Алиева. А порядочные азербайджанские мужи науки не подвластны режимам и служат исключительно науке. И вот вам такой пример. Азербайджанцы – молодая нация. До сознания общенационального они поднялись лишь несколько десятилетий назад. Если сто лет назад в Баку выйти на улицу и спросить первостричного «ты кто?», он бы ответил «мусульманин». А уж после – закавказский татарин. Идентичность азербайджанец впервые оформилась в Советском Союзе. Однако в местных учебниках детям рассказывают истории о Великом Азербайджане, который был оккупирован в 19 веке России. Я никогда не говорил «великий Азербайджан». Азербайджанского государства не было. Азербайджанское государство появилось указом советской власти. В азербайджанском опыте есть один миф. Он был внедрён в советское время. Это то, что Азербайджан был разделён между Пирсией и Россией. Ребята, ну это вот. А разве не так? Вот это вот как-то там трюкминчайский. Да, да, да. Ну, ребята, возьмите, ну, хотя советский учебник истории не надо, возьмите, откройте британскую слопедию, французскую слопедию, да любые эти, всё же, вот эта территория, которая сейчас, ну, это званянский звук, это были вассальные ханства Пирсийской династии Каджаровы, кстати, Чуркской династии Каджаровы. У каждого хана было, там, не знаю, 10-12 детей. Старший сын они послали заложникам во дворец Каджарского хана. Если он шаг на его шаг на право, этому несчастный ребёнку глаза выкаживали, руку отрубали. А вы говорите о неких мифических азербайджанских государствах-ханствах. Повествуя о Георгиевском трактате 1783 года, Шукюров ревностно замечает. В отличие от Георгиевского трактата, написанного на русском и грузинском языках, Кирикчайский договор был написан только на русском языке. Ну, думаю, ответ кроется в том, что Грузия присоединялась к России, будучи государством, царством, отдельным, так сказать, геополитическим регионом. Оттого и договор Георгиевский был подписан на двух языках, грузинском и русском. Что само собой разумеется. Всё-таки это договор двух государств. Что касается Кирикчайского договора, то и неудивительно, что он был подписан только на русском языке. А на азербайджанском не было документа, не было подписано. Тут несколько причин. Во-первых, официально ханства принадлежали Персии. Официально. Это во-первых. А языком Персии был персидский. Если русским и подписывать договор о ханствах, то, естественно, не на азербайджанском языке, а на персидском. Ведь когда Эль-Хам Алиев заключает очередной договор, например, с Германией, он же не по-русски обменивается договорами. Во-вторых, ханства не являлись отдельными государствообразующими единицами, чтобы именно с ними вести какой-либо диалог. Договорились с Персией, поделили земли на севернее Аракса к России и югу Аракса, к Ирану в 1813 году. Следуя протоколу, конечно же, с учетом добровольного вступления ханов в севернее Аракса. Для протокола, не более. В-третьих, если уж так, по чесноку, положа руку на сердце, Кюрчайский договор 1805 года подразумевает присоединение Карабахского ханства к России. И присоединение было добровольным. В самом начале русско-персидской войны. Заметьте, не русско-азербайджанской, а русско-персидской. Поэтому, уважаемым азероакадемикам, я бы рекомендовал обратиться с претензиями об отсутствии азербайджанского языка к Петербургу или Тегерану. Однако, учитывая, что Кюрчайский договор подписывался ханом Карабаха, то можно предъявить претензии и Степанакерту. Конечно же, это шутка, но без шуток академиков Абширона не процитируешь никак. Далее, автор снова жалуется, на этот раз на Россию и на Ермолова. В период правления главнокомандующего русскими войсками на Кавказе Ермолова началась реализация ликвидации ханств. В 1819 году было ликвидировано Шекинское, в 1820 – Шерванское, в 1822 году – Карабахское ханство. После ликвидации Карабахского ханства оно было превращено в провинцию. Любопытное заявление от историка. Говорю это как востокове. А что ж, после Гюлистанского мирного договора между Россией и Персией, которое было подписано в 1813 году, то есть за 5-6 лет до упразднения ханств, Россия должна была называть уже свои территории ханствами? Зачем? Зачем России называть свои территории монгольскими единицами ханства, если у нее были свои единицы, губернии? Да и слух режет. Все-таки Закавказье. Это Закавказье, это не Монголия. Ханство там, в Сибири, на Алтае, а в Закавказье и Европе называться ханством априори, выдавать себя за потомка татаро-монголов. В свое время титул укоренился в тюркских династиях Средней Азии, Ирана, но всему свое время. А так как Закавказье перешло полностью под контроль России, то и нечего ей ханствами обзаводиться. Тем более, титул им напоминал тех бравых монголов-чингизидов. Кстати, именно Россия и слепила через сто с небольшим лет Азербайджан. Из тех самых лоскутков, шерванских, шекинских, бакинских и прочих бывших персидских ханств. Именно через сто лет, так как даже еще в конце 19 века не было ни Азербайджана, ни Азербайджанской губернии, ни Азербайджанского как такового народа. Не путать с племенами тюрок Закавказья. К примеру, русская писательница 19 века, сестра Блаватской Вера Желиховская, писала в книге «Кавказ и Закавказье», изданной впервые в 1885 году массу вещей, но ни разу не упомянула ни Азербайджан, ни Азербайджанцев. К примеру, описывая климат Закавказья, Желиховская пишет. Жаль только, что русскому человеку тамошняя природа и растительность несподручные. Болеет он почти всегда тамошними злыми лихорадками. Высокие плоскогорья Армении, где климат холоднее, гораздо сподручнее. Желиховская сделала сравнение климата Армении с климатом Грузии. И заметьте, Армению она рассматривала отдельно от Кавказа. Как, впрочем, судя по названию книги, и сам Кавказ отдельно от Закавказья. Также Желиховская оставила любопытные сведения о Грузии, вскользь упоминая татар. Народ грузинский, утомленный войной с Магометанами, с персиянами, турками и ближайшими своими лютыми врагами, татарами, обращался за военной помощью к единоверной ей России. Учитывая, что в те годы современные азербайджанцы назывались татарами, Желиховская доводит до нас сведения, что эти татары были лютыми врагами Грузии. Уж явно не за Карабахом лезли в Грузию. И Желиховская, описывая Закавказье, рассказывает об армянах и грузинах. О татарах лишь в таком тоне, о таком вы только что услышали и увидели. Но возникает вопрос. Была ли Желиховская в Баку? Там-то наверняка она сталкивалась с татарами. Отвечу, наверняка была и действительно была, да не факт, ибо молчит о них. Зато сайт ауабаку.ком приводит осторожно странички из книги Желиховской. Не всю книгу, конечно же, зачем себя дискредитировать. Только пять страничек, где она пишет о Баку, как о городе, но не азербайджанцах. А теперь, внимание! Очередная неосторожная оплошность администрации азербайджанского сайта. Храм их совсем не заметен за громадными постройками заводов Нобеля, Кокарева, Мерзоева и многих других. Оплошность в том, что если администрация сайта знала бы, что нефтепромышленник Мерзоев не азербайджанец, а армянин, то вряд ли бы и эта страница светилась на сайте. Ведь фамилия Мерзоева распространена и среди азербайджанцев. Но не тут-то было. Проверять надо. Мерзоев Иван Минаевич. Урожденный Мерзоян Аванес Минасович. Армянский капиталист, ставший первым нефтепромышленником и одним из отцов бакинского нефтебизнеса. Вот вам и вся вкратце картина того, что и в 19 веке ни о каких азербайджанцах как таковых в регионе речи нет. Да, были татары, да, закавказские, но они настолько незначительны, что они толком никто и не пишет. Даже будучи, казалось бы, в Баку, который нынче столица Азербайджана. Вопрос. Если были азербайджанские государства в виде ханств, то куда делись сами азербайджанцы? Грузины есть, армяне есть, азербайджанцы, то есть татары. Скользь упоминаются татары и те в качестве лютых врагов грузин. Стоит задуматься Шукюрову и Шукюроподобным. Продолжение следует...